С Ахмат Силы не согласен, а Бог велик. Вы с Чечни, я так понимаю. Ну, допустим. Ну, и как вы относитесь к общей войне? Свою точку зрения я не буду говорить здесь, потому что можно угодить в тюрьму. Ну, это понятно. Ну, это понятно, с точки зрения, согласен. А вот то, что тут все боятся, что Россия может ядерную бомбу применить. А вы считаете это возможно в наше время? Хрен знает. Блин, я вообще не думал, что Россия может в тюрьму напасть. Вообще не думал. Вообще не думал. А теперь мы уже 8 месяцев имеем. Поэтому фиг знает. Поэтому фиг знает. Это можно быть необузданными турками и кавказскими татарами. Да, на них как бы нельзя обижаться, потому что на обиженных Богом никто... Ну, не обижается, да? На Даунов, как говорится, и допросит меня Всевышний, чтобы воевать за какие-то псевдопатриотические идеи и при этом просто прославлять свою диктаторскую власть в Кавказской Албании. Я так называю место, где искусственное государство, я даже не хочу называть это, провинцию Ирана. И как бы притеснять людей там и всех зомбировать. Это могут только басурмане. Ну, кочевники вот эти вот. Если я правильно понял, вы говорите... Если я правильно понял, вы говорите о иранском Азербайджане. Да, да, да. В Чечне вот такое отношение к туркам и татарам? Ну, к таким вот необузданным людям, да. Которые воюют не за землю. Это не их земля. За то, что они воюют, это земля этих людей, которые там живут. Это земля армян и кавказских народов, которые там жили. Это албаны, цахуры, удины. Не знаю, там очень много племен жили коренных. Коренные лесгины, лесгиноязычные племена, опять же. Это не земля азербайджанцев. Это придумали коммунисты в свою угоду, взамен солярки для революции. Вот я это знаю, потому что эта история, может быть, не написана в учебниках для того, чтобы зомбировать наших детей. Но эта история из тейпа в тейп передавалась. Наши отцы, наши праотцы знают, где чья земля, кто где жил, кто оседлый народ, а кто пришедший народ. И тот, кто называет армян не кавказцами, это неграмотные, необузданные люди. Потому что армяне – это колыбель цивилизации. Армяне настолько древние, что вот этим татарам, пришедшим с Алтая, даже и не снилась ни культура, ни наука, ничего, когда уже у этих людей была наука. Интересно. Хорошо. Им хорошо бы жить. Интересно. Хорошо. А в Украине, я так понимаю, вы считаете, что Луганская, Донецкая, Херсонская область – это земли украинцев? Ну, с точки зрения географии, когда-то это были земли Российской империи. Потом свергли наглым образом власть, пришли коммунисты, будут они прокляты, и сделали свои какие-то новые границы, нарисовали, кому как выгодно распродали, раздарили земли. Причем не свои земли. Ну, просто у них власть была тогда сильная. И потом, на сегодняшний день, мы, потомки тех людей, страдаем от того, что они натворили тогда. Ну, это история, это история, которую в школе нам не расскажут, понимаете? Нам говорят, что вот коммунисты были святые люди, а мы знаем другую сторону монеты, потому что мы выросли, и мы можем найти другую литературу, где более ясно и прозрачно рассказано про коммунизм и про всю эту форму управления, про всю эту кучку террористов красных, и как они поступили с царской семьёй, и как они поступили с нравственностью, с религией. Это же, ну, это безбожные люди. Как они поступили с ингушским, с чеченским народом, как они поступили с адыгейцем, с черкесским народом, и вообще со многими. Ну, и даже с русским народом они поступили очень по-гадски. Просто русские об этом не хотят говорить. Я общался с казаками, с террскими казаками, с кубанскими казаками, у которых тоже были дедушки, и у тех дедушек были дедушки. Да, мы воевали, да, кавказцы воевали против Российской империи. Но опять же, царям всегда было мало отеческой земли. Они хотели всех поработить, всех поставить на колени, всех приструнить. А кавказцы, ну, вольный народ, ну, такие вот мы. Ну, в итоге это получилось сделать на сегодняшний день. Но вы хотите, чтобы Чечня была независимой, или все-таки в составе России? Ну, слушайте, вообще это глупо. Давать свободу кавказским республикам на самоопределение, это круто. Потому что Северный Кавказ – это неотъемлемая часть Российской Федерации. И под, как говорится, покровительством Кремля им будет, конечно, спокойнее жить. Почему? Потому что, если не Кремль, то придут наглые кочевники-турки. А они придут, поверьте мне, и начнут устанавливать там свои псевдоисламские законы. Они не верят в Аллаха. Турки верят только в деньги. Это, подождите, это вы про типа суниты-шииты? Это вы про типа суниты-шииты, что-то такое? Это не имеет значения. Это абсолютно разные вещи. Там нет религии, там нет нравственности, там нет морали. Турция – это светское государство, такое же, как Европа, как Германия, как Голландия. Там есть гомосексуализм – это нормально. Там есть левые, правые – это нормально. А в исламском мире такого не должно быть? А, то есть вы за теократическое государство, как Иран. Ну да, а чем плохое государство Иран? Иран и персы – они молодцы вообще. Они сумели на сегодняшний день сохранить нравственность, сохранить свою религию, свою веру. Нет, я не за то, чтобы, знаете, вот чисто шариатский закон был. Ну, мы живем все-таки в России, и мы должны жить по законам России. Да, у нас есть свои там тейповые законы, свои, как говорится, горские законы. Но мы со своими законами будем жить там, в горах. А сюда, в цивилизацию, будьте добры приезжать, товарищи. Будьте обузданными, цивилизованными, грамотными, умными, начитанными, не знаю, просто вежливыми людьми. Просто людьми надо оставаться в любом обществе, я так думаю, это правильно. Ну вот в Иране недавно убили девушку, за то, что она неправильно хиджа подделала. Нормально? Ну это же… Нормально? Это радикалы, это радикализм. А власть у Ирана это поддерживает? А власть у Ирана это поддерживает. Ну кто вам это сказал, телевизор? Я не смотрю телевизоры. Судя потому, что никто не наказан был за это. Откуда вы знаете, вы же там не находитесь. Чужой дом, темный лес. Ну слежу за новостями из Ирана. Ну слежу за новостями из Ирана. По телевизору слежу. Я понимаю, что это так, но это радикализм. Опять же, если взять с точки зрения религии, то это нигде не приветствуется. Любая религия в мире приносит мир, учит миру. Будь то христианство, или ислам, или буддизм, или кришнаизм, это мир. Любить мир, любить человека, уважать человека. Вот чему учит религия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!